Всем привет! Настало время The NaFig канала. Мы уже смотрели сумерки для парней в первом варианте. Как в первом варианте? Первую часть мы смотрели. Первую часть. Есть вторая. Переазвучечка. А от нафига. Прям, прям, сацапутся, я знаю, я уверен. Там не может быть плохо у него. Ну да, поэтому мы сейчас ее посмотрим и заоценим вместе с вами. Все, погнали. Погнали. Так, ты у нас, значит, новенькая. Хорошо, занимай свободное место рядом с Эдвардом. Сразу говорю, он у нас хронический алкоголик, поэтому будь с ним очень осторожна. И ни на что такое не соглашайся. Поняла? Ну а теперь класс, давайте перейдем к теме занятия. Предлагай. Давайте знакомство. Давайте знакомство. Какого времени? Эй, эй, эй. Пелла, Пелла, все в порядке. Ну, что такое? Мне приснилось, что у меня обнаружили актерскую игру. Успокойся, милая. Это был просто сон. Сейчас ты у тебя дома. Ты ничего не угрожаешь. Делай камень на лицо. Можем даже проверить. Давай. А ну-ка покажи мне эмоцию радости. Радость, все хорошо. Да, это моя девочка. Все так же безнадежно. Я же вампир, неужели ты не боишься? Нет. Это хорошо, ведь мы отличаемся от других вампиров. Все чудовища действительно опасны. Но мы не такие, как они. Мы не убийцы. А как же это группа ребят на полянке? Что еще за группа ребят на полянке? Ну, которым вы отрывали руки, головы сжигали заживо. А пленных и недобитых скармливали волкам. Не, а что они тупые законы принимали? И вообще, это все вина сценаристов. Мы... Мы не можем быть вместе. Что, опять? Что случилось? Подражает. Вы что, сломали позвоночник? Хуже, потому что сводила его на вторые 50 оттенков. А в третьей части ей оклемается. Блин, да и так уже парню жизнь сломала. Остановись, женщина. Сотрясение мозга от фейс-пайса. Три попытки застрелиться. Но, думаю, он поправится. Правда, боюсь, боль разочарования в его глазах. Останутся с ним до конца. Не всегда. Ну, вообще, странно. Котыни там, гачевучий происходило. Так, волки и вампиры, спокойно. Чего не поделили? Да тут кто-то опять случайно навалил кучу в ботинок Эдварда. Эдвард решил отомстить, и у него случился с Эмбеллой. В смысле? Как это работает? Она уже взрослая девочка. После чего этот кто-то тоже решил отомстить. И у него случился с ногой Беллы. Что? С ногой. С ногой. С ногой. Как собачки, да? Номинирование показывают. Джейк, я знаю, что ты красавчик с обложки. Да, у тебя роскошное горячее тело. Кубиков на прессе. Больше, чем в среднестатистическом детском наборе. Эдвард, он другой. Кэсси, он делал эйс с Юспа. Не знаю, что ты там себе нафантазировал, но у нас тут все-таки реальная жизнь. Что? Что это? Что это? Сложно. Блин, все так пялятся. Ха, привыхай. Все-таки с тобой твой суперновомодный парень. В своих суперновомодных охренетительных очках. Хотя наличие у меня двух высших образований позволяет мне предположить, что это еще и возможно потому, что ниже пояса на нас только ботинки. Может, все-таки назовешь дочку Юлей? Я хотела, но Эдвард сказал, что имя слишком глупое. А Джейкобу с ней еще всю жизнь потом жить. Поэтому мы посовещались и решили назвать ее... Ренесме. Ре... Ренесме. Мне кажется, он не выдержал, смотри. Слушай, он же реально угорал. Он же реально угорал. А он же говорил... А почему такая худая какая-то? А тут же она только родилась, истощенная. Там, короче, на самом деле, когда он снимался, Роберт Паттисон... А я тоже эти не смотрела. Просто я читала книжки. Господи, неважно. Неважно. Забудем этот момент. Он сам угорал очень зико. Потом когда мы спрашивали, типа, а почему у вас так было в сценарии? Он говорит, я не знаю. Я не понимаю, что там писали. Я просто играл. Господи, вот так вот. В этом, походу, он реально угорал. На площадке. Походу, просто сейчас в кадр попал. Без такой серьезный. Не каждую девушку. Называют в честь табуретки из икеи. Подопихали фильм с посудом. Там же с названием реально такие, знаешь, Странсмонт. Какие-нибудь такие там... Паппел Куки какие-нибудь так. Ренесме. Какие-то иллюзии. Электричество. Я почему-то вдруг стал хилером. Ага, ко мне если прикоснуться, вообще писюн увеличивается. Что за ужас? А я ведь уважаемый вампир. Держит. Так. Ну что же, совсем не в курсе? Теперь это б***ьские люди икс для девочек. А я, кстати, еще и программист-социофоб. Это, короче, сериал называется... Господи, как это называется? Мистер Робот или что? И вот он там снимался, получается, в виде программера. Короче, это завязка на другой сериал идет. Отсылка. Тут она прям очень истощенная, да? Это еще что-то выкидыш си-джай. Это вышло случайно. Выкидыш си-джай? Да? И как же это вышло? Ну, понимаешь, когда мальчик сует свой пестик в тычинку, где... Да я не о том, у вас ребенок выглядит, как будто она согрешила с Нейтаном Дрейком на минималках. Мы не виноваты, что никто не захотел нам давать ребенка для съемок. Одна сумасшедшая мамаша, конечно, сперва согласилась. Си-джайный ребенок. Когда я узнала, что это будут сумерки, то решила, если уж травмировать психику ребенка, так травмировать по полной. И ушла снимать с ним влоги. Это же было просто предложение... А сейчас подошла бы на ТикТоке. Да. ...руки и сердце. Зачем сразу кричать «больной ублюдок» и в панике убегать? Мы ведь созданы друг для друга. Ты – та самая единственная, которую я так ждал. Уж поверь мне, я знаю, о чем говорю. За свою сотню лет я успел повидать множество разных женщин. И, скажу честно, таких, как ты, я еще не встречал. Это все отсылка на первую часть. Помнишь, что вы смотрели? Там, где Гарри Поттер, то мы можем быть вместе. Это все продолжение. Бедный Гарри. Походу, у режиссера окончательно поехала крыша. В смысле? К нам приближается ведьмак, мешон и какая-то жуткая тварь в шубе. Эдвард, разве это не обычная девушка? Конечно нет. Это же его бывшая. Ты что-то в конце шутку не поняла. Я тоже что-то не понял. Что-то шутко про бывшую, но не понял. Что-то не понял. Что-то я не понял. Но, в общем, смешно. Ну, в общем, да. В общем, вообще хорошо. С Рипоттером вообще изюминков. Такихи себя такая, да? Она в первом была изюминкой, и во втором изюминкой. А это такая тонкая красная нить, которая тянется сквозь весь сюжет переозвучек нафига. Там, знаешь, вместе контактят между собой Роберт Паттисон и Дэниел Рэдклифф, короче. Это у них по жизни будет шип-шип-шипперинг. На самом деле, знаешь, что я хочу сказать? Что очень жестко по поводу Кристиан Сюар, которая главную роль играла, которая все время каменное лицо. Потому что я взяла ее интервью, она по жизни нормальная, она очень веселая, и она улыбается, у нее хорошая мимика. Но почему-то, когда она играет... Помнишь, смотрели еще какой-то фильм? Какой-то темный... Там, короче, ты их на глубину спустили? Помнишь, там какие-то были на установке? Может, там тоже какое-то каменное лицо было? Ну да. Может, на камеры боитесь? Ну, это смешка такая. Наключают камеру, и все, я... Ну, как я. Да, как мы все, короче. Короче, мы очень любим видосики нафига. Со временем, я думаю, мы посмотрим все. Ну, не все, конечно, можем, но почти все. Самые интересные. Самые такие популярные. Пиши обязательно в комментариях, какой нам ролик смотреть в следующем, потому что у него много всего, и мы сами не знаем, с чего нам начинать, в какой последовательности, что смотреть. Поэтому обязательно скажи об этом нам. Все, пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может, лучше это? Сложный выбор.